Всем привет! Вы на канале Резать ТВ. Сезон активного отдыха 2021 года стартовал и пришло время позаботиться об инвентаре и снаряжении. Мы предлагаем вашему вниманию обзор трех практичных мачете от компании Cold Steel, Ontario и Kirschho. И начнем с так называемой классики от мачете, мачете латинского типа от Ontario. Мачете поставляется вот в такой картонной упаковке и сейчас давайте мы эту упаковочку снимем. Вот такой симпатичный тесак. Самый большой у нас сегодня. Полная длина мачете 61 см. Клинок выполнен из углеродистой карбоновой стали 1095 см. Рукоятка выполнена из полимера затыл. Весьма такая ухватистая рукоятка. С вот такой дужкой, которая выполняет роль полугарды. Защищает руку от возможных повреждений при неаккуратной рубке кустарника, тростника. И предохраняет мачете от выпадения из руки. В рукоятке имеется отверстие для темляка. Достаточно большого диаметра, чтобы продеть сюда шнур любой разумной толщины. Латинская мачете по праву считается самым популярным, самым востребованным типом мачете. Форма клинка с расширением к острию смещает центр тяжести ближе к кончику, что увеличивает усилие при рубке. Этим тесаком можно выполнять самые различные жесткие работы. Рубку, копку, заострение жердей, заготовку дров и так далее. Прекрасный, универсальный вариант. Следующий тесак в нашем обзоре это тяжелая мачете от компании Cold Steel. Действительно, этот тесак имеет около 700 грамм веса при длине 51,4 сантиметра. И вот такая у него не вполне обычная форма клинка. Резкое смещение в сторону края лезвия центра тяжести обеспечивает этому мачете прекрасные характеристики порубки. Я думаю, что благодаря этому смещению центра тяжести, это мачете способно с одного удара срубить весьма толстый жерд. Кроме того, вот эта лопатообразная форма лезвия позволяет этому мачете производить копку не хуже хорошей саперной лопатки. Я бы порекомендовал это мачете в первую очередь автолюбителям. Наличие вот такого инструмента у вас в багажнике гарантирует вам не только быстрое сооружение очага и заготовку дров на пикнике, но и сможет выручить вас в неприятных ситуациях в дороге. Если вы попадете в какую-нибудь песчаную ловушку на проселке или не рассчитаете глубину лужи, вы сможете с помощью этого мачете откопаться, заготовить ветки жердей, подложить под колесо и благополучно выбраться. Мне осталось добавить, что клинок тяжелого мачете от колстил выполнен из углеродистой карбоновой стали 1055. Рукоятка выполнена из полипропилена, имеется отверстие для темляка, упор в передней и задней части для надежности. И удобные ножны выполнены из нейлона. Имеется вот такая шлейка для крепления на ремень. И еще одна мачете на сегодня от компании Киршо. Мачете типа Паранг. Клинок мачете выполнен из карбоновой углеродистой стали 65 МН. Рукоятка выполнена из термопластика. Вот такие ножны имеются из пластика. Вот таким образом крепятся ножны на мачете. Мачете вставляется буквально в эти ножны. И фиксируется кнопкой. Весьма надежно. Заметьте вот эти две проушины. С помощью них можно соорудить любое крепление на рюкзак, на плечо, на спину, на ремень. Очень удобно. Мачете Паранг от Киршо. Представляет собой тесак среднего размера. При длине полной 48 сантиметров. Вес 374 грамма. Учитывая вполне компактные габариты и небольшой вес, я бы рекомендовал это мачете для походов. Вот эта интересная форма клинка говорит нам о том, что у мачете высокие показатели по рубке, высокий потенциал. А вот этот уголок, отсылающий нас к клинку типа американская танта, является ничем иным, как местом сложения сил. То есть, при своих не совсем больших размерах, это мачете будет рубить очень и очень здорово. А вот этот изгиб при перехвате близком можно использовать для выполнения каких-то весьма деликатных работ. Отмечу также наличие хвостовика, который выходит за пределы рукояти, который можно использовать для каких-то ударных работ. Ну и два отверстия, используя которые, с помощью шнура можно создать целую страховочную систему. Весьма удобные, не тяжелые и эффективные мачете для походов. Вот вкратце и все. А вы используете в своей практике мачете? И если да, то какие? Пишите нам в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok